Если ты знаешь, что какие-то вещи приводят тебя к Хараму, оставь эти вещи. Потому что отстраниться от запретного – это лучше, чем сделать что-либо хорошее. Кто-то скажет, ну, у меня есть приложение какое-то, оно очень полезное с какой-то стороны. Однако в этом же приложении, допустим, присутствует изображение женщин. Что же мне делать? Там и добро, и зло есть. Потому что избавиться от зла, этому отдаётся предпочтение перед тем, чтобы даже есть какое-то благо в нём. Тот, кто ставит что-либо ради Аллаха, Аллах заменит лучше. У тебя могут быть какие-то приложения, программы, которые помогают тебе в покорности Аллаха. Как, допустим, приложение Тафсира. Ты можешь слушать Тафсир Курана. Или хадисы пророка самого. Слушать Куран. Исправлять своё чтение. МААХАД СУННА. Допустим, МААХАД СУННА. Изучение религии. Программы, которые помогают тебе приобрести знания, ты должен их закачать и установить себе. Что же касается программ, приложений, которые открывают для тебя дверь зла, удали. Хатта анти, я шейх, ла тэжал ашья, я, тэжалак, тагдоб. Я, ла тагдоб. Да, то есть, не нужно делать то, что тебя гневит или приводит твоему гневу и так далее. Насихата Набея Саалам ла тагдоб. Это из наставления пророка Саалам. Не гневайся, я сказал. То есть, если есть какие-то приложения или что-то, что вызывает твой гнев, оставь. Я говорю, если я вставлю халат ватсап, я тагдоб, ахьяна. То есть, человек может сказать, если я открою что-то ватсапе, почитаю, и это приводит меня к гневу, я начинаю гневаться. Кто-то, допустим, фоткает Порш. То есть, статус себе выставил, второй смотрит, начинает гневаться или еще что-то. Ну, не открывай, значит, статус. Кто-то фоткает еду. А кто-то не может себе такое позволить. Если тогда не открывать, тогда не будет пооблять. Кто-то фоткает себя в Мекке возле Каабы. Второй не может туда поехать. Тогда не открывай просто эти вещи, если ты знаешь, что они к этому приводят. Открой приложение Кур'ана на знание, хадисы или махаду, сунна, шейха. То есть, если есть такие вещи, которые приводят тебя к гневу, не открывай. Зачем ты для себя это открываешь? Кто-то говорит, допустим, если я захожу домой. Каждый раз, когда я захожу на кухню, обязательно какая-то проблема должна быть у меня с женой. То есть, это не твоя территория. Но если это так происходит, то не заходи на кухню тогда. Если ты заходишь на кухню и говоришь, а почему это здесь стоит, сковородка здесь, кастрюля здесь и гневаешься. Так не заходи на кухню тогда, если это происходит. А потом говорит, у меня проблемы в семье, мы ругаемся. Так не заходи на кухню, не будешь ругаться. И точно так же не шарьтесь в телефонах женской. Ты же не любишь, чтобы в твоем телефоне кто-то шарился. Вот точно так же не ищи что-то там у своей жены. Неправильно будет то, что ты постоянно сомневаешься в ней. Или следишь, контролируешь во всем. Или ты постоянно смотришь, открываешь там что-то. Просто скажи, Аллах тот, кто ведет контроль за тобой. Да, я побуждаю тебя к покорности Аллаху. Я боюсь за тебя. Однако я не буду открывать, смотреть, что я тебе. Я не буду подглядывать, подсматривать. Не буду камеры ставить в кухню, чем ты занимаешься. Я не знаю это. Я говорю, но ты не должен делать эту тиху, чтобы ты занимаешься тихой. То есть ты должна, тем не менее, между нами должно быть доверие. Теперь читаем. vast, сход다가 мыши, ты даешь. Сейчас пойдем половagen . Это тебеgendhel Мы так дети не таки. Так сколько ты работаешь! Поведовано да я вот здесь мыète. Так ничего фотоватия не таки. Ting придурка. Продолжение следует...